господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного христос воскресе номер 165 события дня что означает слово мерзость и отчетках о лестовке 24 мая 2016 года где что слово мерзкий кто занимается мерзость это мерзавец и кто нарушает что-то и бог называет это мерзостью если женщина мерзавка вот это надо запомнить что это означает слово мерзкий все здесь какие падежи показывает это отвратительные гадки это слово нехорошее мерзкая личность очень неприятный скверный или мерзкое настроение внутри горит мерзопакостный гадки отвратительный мерзопакость мерзостный это я все беру из словаря ожиговая из интернета тоже что мерзкие мерзостность мерзкий предмет вызывающий омерзение убери со стола эту мерзость ли гадки поступок отвратительные слова говорить мерзости наговорил мерзость запустение от устаревшие ироническое полное опустошение разорения и далее я привожу из библии что говорит библия об этом потому что предыдущих роликах об этом шло мерзости говорят вот выходят они разное самое самое отвратительное там где люди что-то как бы касаются бога даже местописания могут приводить а сами дышу злоба и сатана тут вплетает такую мерзость и на господа говорили сегодня везде пакости всякие притчи 15 жертва нечестивых мерзость пред господом а молитва праведная благоугодно ему вот все эти надписи на храме христа спасителя ограбили народ а теперь они там помогают мерзость жертва нечестивых это мерзость отвратительной притче 28 9 кто отклоняет ухо свое от слушания закона того и молитва мерзость вот введите это в жизнь отклоняет ухо свое от слушания закона то есть от святой библии не считает где в первую очередь возьми те которые все а мы за весь мир молимся монастыри и все и молит это вся мерзость пойдет против библии это выступает священник говорит говорит вопреки библии прямо клятву надо убивать все вопреки слова божий никакой клятвы не убивать а я говорю вам а я это противоположное если сказано было бы так что вставать нужно всем утра а другой сказал а я говорю вам вставайте в 5 а кто отклоняет ухо свое слушание закона как не хочет слушать да зачем мне библии да что я баптист какой вот того и молитва мерзость у нас это в храме висит и вот здесь сколько раз встречается по специально посмотрел по поисковику сто сорок восемь раз сто сорок восемь раз слова мерзость встречается а здесь у нас в данном случае я привожу тридцать одно место то есть четыре раза меньше и тоже которые будут слушать я знаю как им это надоест скучно то сразу это бог говорит вы у ног христа сейчас будете сидеть первое маховейская первое и оставляли сыновей своих не обрезанными по сегодняшему не крещенными и оскверняли души их всякой нечистотой и мерзостью для того чтобы забыли законы изменили все постановления то есть канонические правила все порушили оглашено из идите нету наказание чаще причащайся все каноны говорят не допускать до причастия не допускать 10 15 20 лет не допускать до причастия если он ходит значит дверь закрыта вообще его нету а здесь наоборот все наоборот согрешил человека я пойду причащусь и грехи просятся нигде этого в писании нету что прощаются грехи наоборот жизнь дается прощаются грехи на исповеди а если кто не сделает по слову царя да будет при этом смерти вот куда пришли по слову царя не по слову бога и поэтому лицемерят славы друг от друга принимают от единого бога не ищут это знатные слова премудрость соломона 26 он считает нас мерзостью то есть верующие они говорят что-то нами пить не хочет вот я вижу хоронят через дорогу здесь а тут частный сектор то я не знаю кого чего вообще не касаюсь и не хочу чтобы я не знали о нас это разные люди как это нет не верующие вмерющие это волки и овцы и удаляется от путей наших как от нечистот нечистоты что такое туалетная жижа ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим бога вот мне на это нападает но начинает а вот он говорит что он избран избран это всячески это переигрывает слова то есть они не верят ну давайте вот мы откроем один раз откроем святую библию вверху вот здесь вот это поисковик попросите чтобы кто-то вам поставил его тимофей х и вона составил то это молодец я его нашел это вьетнамец здесь учился в мгу послал ему подарки вот что это избрание вот я сейчас посмотрю избран вот сколько раз встречается шестьдесят два шестьдесят два раза в канонических книгах открыть сейчас и не не канонические 62 62 до 19 71 81 раз 81 а я один раз говорю прямо лопаются то есть это никакого отношения к библии не имеет православие то сегодняшнее избрание это в новом завете если не знаете где давайте посмотрим я маленько отвлекусь отсюда и покажу новый завет слово избранное в новом завете 36 раз по много званых мало избранных матфея 20 16 пожалуйста так будет последнее первое что не касается ибо много званых мало избранных 22 14 матфея если бы не сократились все дни то не осталась бы никакая плоть но ради избранных сократятся ну кто избранный то если вы не избранный зачем тогда вообще поминаете имя господне в суе ибо восстанут лжехристы лже пророки вот прессить возможность это и праве избранных но и так соберут избранных от четырех ветров матфея 24 31 ради избранных опять марка вот а теперь ну посмотрели евангелие то непрерывно говорит об избрании приступили к нему камня живому вот в деяниях были все перед избранные деяния 10 глава 1 петра 1 1 1 1 петра 24 приступая к камню живому человеку отверженному богом избранному а так и все говорится дальше 1 петра 2 9 но вы род избранные избранные ли царственное священство народ святой не это только батюшки священцы все священниками являются но это избранные тут так говорится народ святой это все святые народ взятые в удел первое приветствует при приветствует вас 1 петра 5 13 избранная подобно вам церковь ну и так 2 петра 2 и она 1 1 1 1 13 римлянам 1 1 римлянам 8 33 9 11 11 5 7 11 28 16 13 8 19 галатам 1 1 3 12 1 вселенная избранная избранная ваше возлюбленное богом фессалоникийцам 1 1 4 1 темофея 5 21 избранными ангелами вот и заклинает 2 темофея 2 10 титу 1 1 откровение 1 1 которая суть званая избранные верные видите я попутно это показал как легко узнать что избранные они на это слово прямо и особенно кто связан с миссионерским отделом у них как мозги отшибленная деревянная совершенно не понимает писание смысла их вроде места писания приводят встречается каждого хватает писание это не знает даже кромкой духа пророческого нету если духа пророческого нет а павел древнуйте о дарах пророческих о даре пророчествовать они не знают это нападают вы что себя за пророка выдаёте какой я пророк не пророка может быть сплошной порог но бог избирает и делает как ему угодно премудрость соломона просчитали мы тщеславно называет себя сыном божьим серахов вот где говорится 11 тут видимо 10 по на одну меньше почему-то я не знаю как то так там получается ибо начало греха гордость и обладаемые изрыгает мерзость но узнает гордость или не гордость но когда мерзость изрыгает и видно что гордость чем-то гордиться где-то один то никуда не годный любой встречался с миссионерами это он хорохорится когда кучей а когда тебя отдельно начинаешь беседовать писание не знает он не знаю где его применить бог лишил мудрости этой не знает и они не знают с кем разговаривать с кем не разговаривать вот это то вам тайна не открытая этому не научат нигде серахов 16 всякую мерзость господь ненавидит и неприятно на боящимся его те же чувствования что во христе иисусе возвратись ко всевышнему и отвратись от неправды и сильно возненавидеть мерзость определишь такой мерзость не зная писания отвергая ухо от слышания слова божие молитва сама мерзостная если сераха 20 есть лукавство это мерзость и есть неразумный скудной мудростью лукавство хитрый всякие пакости говорят они друг друга вышла схваляют злоба и гнев тоже мерзости и муж грешный будет обладаемыми сераха 28 бытие и подали ему особо и им особо и египтянам обедавшим с ним особо ибо египтяне не могут есть и время потому что это мерзость для египтян задним столом сидеть мерзость ну как старая бряде с никоньянина мама вот так православный который с мирскими то он не будет это мерзость но может быть и правильно потому что люди видят наши дела и отвращаются соблазн левитом 18 2 не ложись мужчиной как женщина это мерзость а вот и гей парады вот секс меньшинство все подмена садомиты мерзость и дальше говорится откройте 18 главу левитом 18 22 сегодня выполняют я только мусульмане больше никто у них сразу смерть поднимает их на этажи там с 20 этажа и сбрасывает вниз связанного мерзость если кто ляжет с мужчиной как женщины то оба они сделали мерзость да будут преданы смерти кровь их на них все все гей парады кончились повеление боже это в новом завете уже будет сказано разжигаясь похотью друг на друга ну а было ли такое в новой завете было были каноны на это их карали вот есть тениан великий их отрезали не кастрировали отрезали половой член половой член отрезали мужчин скотоложник там это зоофилы вот и потом ему видимо такая была уже пресс-папье на раскаляли ему на лоб пищать прожигали лоб до костей и в подземелье и больше он света никогда не увидит там катает по руду тачки народ там где-то и передает и на этом все второзаконие то ты разыщи 13 следуй хорошо расспроси если это точная правда что случилось мерзость сия среди тебя что убей 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 ему завете они извержены после покаяния они должны стоять еще за дверями не менее как лет 15 а сегодня нужды нету ставят их во священники разокония 22 на женщине должно быть мужской одежды и мужчина не должен одеваться в женское платье ибо мерзок пред господом богом твоим всякий делающий сие вот выпрашивают там бомжи разное я говорю ты мог бы так вот сейчас тебе 100 рублей дадут а ну только надень юбку и чтобы ты один день проходил платки в юбке я в юбке да убей никогда то есть он даже бомж понимает а мужчину не понимает а брюки надевает женщина а мужчина юбку не наденет бог как будто хранить его и вот все переоделись русский человек традиция священники сразу планку принизили да ничего у нее ширинки тут нету ну какая ширинка то ей оттуда так проще то полон полностью снять ширинки то и вот начинает ширинка искать да это еще не значит одежда не это главное сердце так от сердца это исходит от сердца то это и есть а сердца уста говорят руки движутся надежда все это от сердца идет лукавца лукавца это идет от священников и все значит это мерзость за мерзавками заполнили храм не должен одеваться в женское платье бы мерзок пред господа богом твоим всякие делающие все господи ты сердце посмотри я хороший не важно что я как одет это но это будешь говорить там где огонь горит мерзок а мерзостное все вышвырвали второзаконие 24 то не может первая ее муж если она развелась отпустивши ее опять взять ее себе в жену после того как она сквернена то есть побыла замужем за другим ибо сесть мерзость пред господом и не порочь земли который господь бог твой дает тебе в удел да как так а у мусульман наоборот это еремея 3 глава если она развелась то она не может вернуться к мужу если прежде не побудешь ей то то есть умышленно делает мерзостью целый миллиард людей и 1300 лет на этой мерзости воспитывает своих головорезов ну ладно это или не ладно вопреки слова божия исказили ну чё так развелись и ну подумал одумалась и все двое по телефону на работе она дома давай разведемся развяжусь а он идет домой а полиция уже встречает его все да мы любим друг друга все вы поговорили его записи кто-то взял записал и сказал они развелись а про мусульман и все теперь у нее только задача она выйти за кого-то замуж заранее заплатить ему ты со мной разведись тогда могу вернуться к мужу то есть даже сравнивать нищим христианство и даже и говорит нищим бог землю отнимает и человеку мерзость пред господом причем вот 6 что ненавидит господь даже 7 что мерзость душе его ну и по пальцам говори считай притча 616 там перечисляется все что мерзость притча 11 11 1 неверно весы мерзость перед господом но правильный вес угодит ему вот тебе пожалуйста двойной стандарт мерзость пред господом мерзость давить не запустил бритых а тут бритые по накатили с украины толсторожие такие архиереи смотреть страшно и не да не стыда ничего нету притча 17 15 безбородок храм не запускали не хоронили даже на кладбище отдельный это оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость перед господом вот на нас на палку епископ ну не на нас конкретно и чтобы никого к нам не пускать то ну явно дело что мерзость делает расстраивать людей до нападает то теперь не на него на меня что я ему сделал замещание, да и сделал-то заочно, оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведно оба мерзость пред Богом, Господом. Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое мерзость пред Богом. Бери Писание одинаковое, применяй ко всем. Значит, к архиере это не относится, а ко мне это как бы относится. Лизоблюды, даже по-другому называют, заднее место лижут. Притча 26. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Посчитайте, у кого это? Не одна мерзость, а семь. Притча 29. Мерзость для праведника в человек неправедный. И мерзость для нечестивого и идущего прямым путем. Поэтому наши отношения одинаковы. Вот у нас положено, что курить нельзя на территории деревьев, на территории, не в доме. И вот к нам кто приезжает, чтобы с собой табака не было. Так вот, ехали корреспонденты, а курящие оказались в редакции. Так мы, говорит, там далеко за Потеряевкой, под кустом спрятали. И сидит в гробах, и ночует в пещерах. Вот оно ваше, мощами вашими. Есть свиное мясо. И мерзкое варево в сосудах у него. То есть, и готовит что-то сказать. Мерзкое варево в сосудах. Это особенно касается, когда готовят миссионеры, что-то с кем-то беседуют. Я говорил, в ужас прихожу. Любви никакой нету. Ни уважения. Уважения не надо, ни любви не надо. Но писание-то ты должен правильно употреблять. Исайя 63. Заколающий вала, то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса. Приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзкости сих, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужас, ужасное для них. Потому что я звал и не был отвечающего. Говорил они и слушали, а делали злое в очах моих, избирали то, что не угодно мне. Это вот все касается Святой Библии, когда они по ней поступают. Мне это открыто. Я вижу все мерзости в церкви. И говорили, пископу писал, патриарху, стыдя Иеремия 6.15. Стыдятся ли они, делая мерзости? А тут дальше говорится Бог, и вы будете орать, вопиять я не услышу, молитву вашу не приму. Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют, зато падут между падшими, то есть будут убиты. И во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Иезекиил 16.2. Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, то есть столице всей. Выскажи мерзости Москве, выскажи мерзости Киеву, кто там есть. Выскажи. Все. Какие мерзости? Гей-парады идут в Киеве. Почему в Грузии-то? Священники все вышли, разгромили, больше ни одного нету. Все, нигде не вылазят. Почему гей-парадов нету? Ни в Осетии, ни в Чечне, нигде. А могут быть? Не могут. Они оттуда не выйдут. Ингушетия. И Самария половина грехов твоих не нагрешила. Иеремия 16. Ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости какие делала ты? Сестры твои, сестры оказались правее тебя. Ну, праведно высветают другие сообщества, так скажем. Иезекииле 18.24. Праведник, если отступит от правды своей, будет поступать неправильно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник. Будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое какое делает? И за грехи свои, каких грешен, он умрет. Умрет. Никакие добрые дела гомосексуалистов от садомитов не принимать. Никак. Просто говорить, ну да, а тут как? Священник там кто-то назвал их садомитами. В суд подали, там наказали, оштрафовали. Но кто это делает? Ну, понятно, кто заказывает музыку эту. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли ты судиться? Иезекииле 20. Сын человеческий. Выскажи им мерзости отцов их. То есть вот еще судиться. Осия 6.9. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников. Ну, что непонятно-то? Попробуй скажу так. Да вы, да кто ты такой? Да ты осуждаешь священников. Скопище беззаконников. Еще сборище. Убивает на пути психем и совершает мерзости. Кто? Сборище. Сборище. Все эти синоды, собрания и прочее. Может быть только лишь дикое сборище садомитов и других грешников. Как разбойники подстерегают человека. Опять, еще раз хотел пояснить. Вот, если Господь говорит так, сборищем, то это слово не ругательное. Откровение 21.27. И не войдет в него, в небесный Иерусалим, ничто нечистое. И никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнцев в книге жизни. Вот какое дело. Делать мерзости, значит погибнуть. Вот это половые связи, там все перечисляется. Ну, я взял только четвертую часть. Из четырех, а одно местописание, но и то в ужас приводит. Михаил Домнич. Утро доброе вам, Игнатий Тихонович. В одной из единственных передач события дня вы коснулись скользь тем о молельных счетах. И вы сказывали свое мнение, что старообрядческие счетки и лесовку вы считаете несовершенными. Почему? И поэтому пользуйтесь счетками теми, что у вас в руках. Ну да, вот оно, показываю. Четки. Десять на десять. Сто бусинок. В интернете есть информация еще по нескольким вариантам счеток. Что вы можете сказать о вервице? Спаси Христос. Я отвечаю. Вервица – это уменьшительная древнерусского веревка, устаревшая и старховнославянское название счеток. В более узком смысле узелковая разновидность счеток, традиционной для православной церкви. Предание приписывает создание вервице Василию Великому. То есть далеко и идет. Первоначально вервице не замыкалось в кольцо, а представляло собой веревку с навязанной на ней ста тремя узлами для отсчитывания молитв неграмотными монахами. Вот для кого. Для неграмотных монахов. Также чтением определенного числа молитв по вервице заменяли при необходимости общее богослужение. Ну, допустим, перед причастием считать нужно обязательно канун. Не отбросить, а замена. Канун Богородицы. Я, к примеру, говорю, 300 поклонов. Канун Ангелу-Хранителю там 250. Но человек это мог брать и молиться, раз считать не умеет. Неграмотные монахи. Но они вот придумали, что считать Исихазм, и вот надо считать Иисусову молитву непрерывно. Я считаю, это абсолютно неверно. Иисусову молитву другую не больше трех раз можно считать. Вот я считаю, допустим, десятка. Первая десятка Христу, вторая Богородица. Как? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Второе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А дальше. Слава Тебе, наш Бог Иегова, а воочи. То есть, я десятку беру, но только все разными. Слава Вышней Богу на земле, мир в человеке, благоволение, аллилуйя. И все это. И на десять. А не то, что Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешный. Он уже помиловал. Неграмотными монахами. Ну, кто такой монахи, говорит, это я с интернета взял. Также с чтением определенного числа молитв по вервице заменяли при необходимости общее богослужение. Ну, допустим, две тысячи поклонов. Оно по времени, чтобы тоже получалось. Использование вервице, закрепленное в Номаканоне, восемьдесят седьмое правило, то есть, сможем молиться. В христианстве чтки появляются не позднее четвертого века. Считается, что начальной формой чток была веревка с навязанными узлами, так называемой вервице. В различных источниках указываются разные личности, введшие чтки в христианскую практику. Чаще всего называется святой пахомий. Четки монахи называются духовным мечом и вручаются монахи при постриге. старобрящество, лестовка. В старобряществе практически всех согласий активно используется лестовка. Вот какие слова-то еще активно, да еще используется. Четки в виде ленты со ста девятью бобочками, ступенями, разделенными на неравные группы. Неравные. Лестовка символически означает лестницу от земли на небеса. Ну, давайте дальше рассудим. Я дальше буду говорить-то. Вот они, 33, это годы земной жизни Христа. Какое отношение это имеет к молитве? Это труд. Труд, что ты кланишься, молишься. Я привожу. Вот, здесь, именно по 10. Слово 10 в Библии встречается 833 раз, а слово 3 306 раз. Ну, поменьше. Да и не на мало, поменьше. То есть предпочтение дается большему. Быть религиозно-талантливым, а не тупым бревном. Это мои слова. Со старообрядческой лестовкой я знаком был еще в люльке и зыбке. Но придя в возраст и получив в руки святую Библию, стал все увязывать с текстом этой книги жизни. Если название лестовка напоминает лестницу, ведущую в небо, и на наш труд поклоны земные поясные, то как могут быть 33 бабушки, связаны с моим трудом. Ну, я бы наделал, что совершенно никак. Они указывают на годы земной жизни Господа и Бога нашего Иисуса Христа, а не на мои поклоны. И внизу треугольники указывают якобы на троицу, то на евангелистов. В лестовке должно быть только мое напряжение, мой пот, мои усилия. Лука 16, 16. Законы пороки Даянна всего времени Царствие Божие благообествуется и всякие усилия входят в него. Вот это и должно быть заложено в пособии для немощных нас к благовестию и к усилию. И притом не только для монахов, но и всякому. Написано «всякий». Вот оно, «всякий». Что тут выдумывать-то? Монахам откуда они взялись монахи-то? До шестого века их не было. Вот у монашества, которое есть в том виде, как пришло, у меня есть на это афоризм. После прочтения всех житий, составления симфоний, я пришел к выводу, что монашество в том виде, в котором заперло, нельзя выходить на благовестие, принесло зло, а не добро. Больше, чем мусульманство, масонство, коммунизм и фашизм вместе взятые и в несколько раз больше. А они законопатили все силы, самое ценное высосали из народа и ушли в песок, не давая потомства. И вот отсюда все остальное пришло. Вот это и должно быть заложено в пособии для мононемощных нас к благовестию и к усилию, притом не только для монахов. Лесовка не содержит в себе ничего евангельского, для труда. Лесовка старобрядческая. Там ничего и нету. По объяснению имею в виду. Про буддистов и их 108 будет сильно говорить нам Псалом 108-й. Псалом наивысших и полнейших проклятий. То есть буддизм это полностью сатанинское учение. Четок есть много. Есть и вокруг пальца маленькие, там 5-10. И на веревочке. Какие удобнее? Тут их гадать не нужно. Только кольцевые. Дошел, Даша, она чувствует тоже, опять же, палец берет следующее и считает. Но вопрос, а на сколько бусинах, шариков, горошиных? Вот теперь один такой вопрос. Для объяснения самое лучшее и полное. Это на 100, разделенное на 10 по 10. Я объясняю, почему я считаю, что это лучше. И какие доказательства? Вот. Есть люди здоровые, есть больные и мертвые. то есть, вот три состояния. Это общая градация всех людей. Я молиться, кланяюсь, когда должен вспомнить здоровых, больных, заумерших. Из них можем выделить врагов и друзей, благодетелей. Это у меня, когда поминаю, врагов, это отдельно, благодетели отдельно. У меня отдельно есть по интернету, кто модератор, кто помогает. Их отдельно всегда поминаю, все, кто трудится. На свободе есть и в вузах, это у меня отдельно, кто на свободе, кто в вузах. Сидящих дома и путешествующих, это тоже отдельно. Священство, правители и миряне, простецы, простолюдины. Это у меня целая группа людей, я их не путаю. Если я считаю, патриарх, папа, это отдельно священники, отдельно у меня в группу, тогда ты не забываешь. Если этой градации нету, то ты вообще не можешься ни о ком. Так, только общее. Да я за всех. Я говорю, ты меня поминаешь, молитвы? А я за всех, а я тебя поминаю. Да вы что? Да мы уже не встречались в 15 лет, каждый день поминай ваше имя перед Богом. Бог рассудит. Мы договорились молиться. Есть православные, есть еретики, я поминаю тех и других. Кому молиться, вот это теперь определяю по градации. И вот в эти, когда я молюсь, вот одну, один раз, вот первое, это Христос, это одна личность. Второе, Богородицы 10, одна личность. Дальше, ангел-хранитель, одна личность. Иоанн Креститель 10, одна личность. И святитель Христов Никола, все, 50. А дальше молитва ко множеству. Показываю, вот 10. Первое, это всех пророков считаю. Считаю, пророк Илья Елисея, Инох, Моисея, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Едраниемя, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изеки, Ильосия, Илья, Гей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Лотарьки, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Ну, кого не сказал, еще скажите. И вот так считай, и на эти 10 медленно считай, чтобы произнести имена пророков, ты и молишься. То есть, 5 это по единичному просьбу, а теперь 5 по множеству. Второе, ангелы, архангелы, и апостолы, и евангелисты. Следующие, мученики, мученицы, святители Христовы, жены и девы. То есть, множество их перечисляю, кого знаю. И когда я перечисляю, у меня получается, по именам, называют 77. Каждый день. Кому молиться, лучше всего указанное здесь десятки, вложить все, чем богата Вселенская Церковь. Вот. Ну, первое, это, конечно, Господу нашему Иисусу Христу, я сказал. Вторая десятка, это молитва пресно Деве Марии. Вот я ее произнес с именем, а дальше где мы были, дорога она хранила, защищала. Я-то все говорю, и отдельно поминаю в это время Божьей Матери, там про женщин, помолиться, о них там и все. То есть, десятку кланялись, но просьба она одна, а дальше перечисление. Третье ангелу-хранителю. Благодарю его за прошедшую ночь, столько лет хранил меня. Не покинь меня, говорю, в смертный час, когда душа будет от тела разлучаться. И проведи душу, мой ангел-хранитель, по страшным и непонятным мытарствам. И введи ее навеки в вещи на царство Христа Бога. А поклоны делаю. Моли Бога, она сказал только один раз. Четвертая десятка, Иоанну Крестителю, притечи Господнюю. И что, он бедный был, научи нас поститься и молиться, он этим занимался. Научи нас жить в бедности, имея пропитание, одежду быть благочестивым, довольным. И вспоминаю бедных, у кого нету, слепых, обездоленных, плененных. Пятая, святителю Христову Николичу, на Твосту Мердекийскому. Ну, и это мне когда нужно, что и поминаю друзей, благодетелей. Он благодетель был. Это кому по одной личности, на 10 поклонов. Вторую половину, тоже 50. Поминаем всех, кто есть на памяти. Это вот шестая десятка, всем пророкам. Я говорил, седьмая, святым небесным силам, престолу Божию предстоящим. И спрашивая у всех о датайстве себе, о других, молите Бога о нас. Вот, и сюда же, седьмая, входят апостолы, и евангелисты. Восьмая, святым мученикам, мученицам. И тут свои просьбы. Это 10 покланишься, и поминаешь. А их всех сколько? Ты можешь 100 мучеников. Девятая, всем святителям, учителям церкви. Всем. Вот я перечисляю, Серафим Саровский, Иоанн Хронштадтский, Сергий Радоневский. Всех, всех, всех. Здесь 10 поклонов. И десятое, всем святым женам и демам. Надо знать. Во-первых, ты знаешь их, и знаешь, о чем молиться. То есть, у тебя все выстроено. Порядок. Теперь заполнить нужно недостающее в понимании к сказанному. На всех десяти десятках первую бусину четко произносить имя святого или святых, кому молитвы и поклоны направлены. И в остальные 9 бусинок на этого святого удобно произносить по градации тех знаемых и дальних и близких, что указаны выше. Больные, враги, гонители, гонимые и прочее. Получается кольцо любви, соединяющее признание и упование на небесное и незабытое все земное. Тут уж нужно знать и правителей. Мы отдельно о правителях молимся. И о Мане Турееве, о Эрдогене Турецком, о Рамзане Кадырееве. И изобретатели, я всегда поминаю, кто это сделал, телефон, Мартин Купер, интернет, Тим Бернерс, Тимофей, они живые, мы молимся о них, чтобы Бог их привел к покаяниям. И молимся, дай Бог, мир Израилю, Россию, Украине, Сирии. То есть молитва должна быть чистая, целенаправленная. И нужды, и беды, и горе, и слезы, и печаль, и радость. Все четко, полно, просто, и никакой путаницы. И Псалом 118, 164. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Считаем, что это? Семикратно. А что такое один? Это Трисвятое. И вот так четко используем. На такую молитву уходит не более семи минут. Вот сто поклонов. Это один раз. И таковых семь молитв, не считая утренней, вечерней молитвы. Семь раз становиться на молитву. Райхан пишет. Слава Христу, Игнат Тихонович, вот и моя очередь пришла просить помолиться за меня, вас и братьев. Слегла я с Ишиасом. Сильные боли. Мучаюсь уже около месяца. Очень боюсь не попасть к вам. Видимо, враг человеческий препятствует. Спаси Христос. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сегодня по телевидению застал фрагмент передачи на канале «Союз» с отцом Андреем Качевым. Протеерей сказал, что наша страна держится на одном святом Сергеем Радонежском. еще не могу на это даже ответить. Такое выражение, оно не подается даже объяснению. Далее он сказал, что это легко доказать. Но сейчас нет времени на это. То, что наша держава выхранимая, сомнений нет. Ибо существовать столь долго при многих врагах и тяжелых условиях внешних и внутренних никакая страна не может, если нет на ней руки Божьей. Ну а Израиль в 500 раз большая территория, которая на него нападает. Ну а Германия не хранимая, Америка не хранимая, ну а Турция не хранимая. Ну это все выдумки. Но высказанная батюшком точка зрения видится противоречие Библии. Например, в Ветхом Завете никакая святость праведников и пророков не могла автоматически спасти от гнева Божия. Израиль. Безусловно, сказанное отцом Андреем Качевым весьма православно по своей сути, но не несет и в себе духовную опасность такое. Выходит достаточно одного святого, чтобы спасти всю империю. И значит и нам, ныне живущим, молиться вроде как и не обязательно. Конечно, неплохо бы задать этот вопрос самому священнику, но контакта с ним нет. Вот если бы он вышел на контакт, на Ютуб, выведите его на меня хотя бы раз. У меня есть что ему сказать. Посему обращаюсь к вам, Игнат Тихонович, не могли бы вы во свете Библии рассмотреть этот вопрос и прояснить, что истина в этом предании, а что нет. Разумеется, допускаю, что я могу заблуждаться, не этот счет, но этот, видимо, может быть, я переправлю на этот. Я отвечаю, пояснять что-либо тут и нечего. Это умышленное наваждение на народ слепоты и не веря Богу. Бога-то никакого и не надо. Иеремия 15, И сказал мне Господь, хотя вы предстали перед лицом моего Моисей, уже умерший, и Моисамуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Но речь идет о ком? Моисея отгони или отгони их, которые вот здесь молятся, а народ этот. Если же скажут тебе куда нам идти, а, значит действительно о народе речь идет, то скажи им так, говорит Господь, кто обрещен на смерть, иди на смерть, кто под меч, под меч, и кто на голод, на голод, и кто в плен, в плен. Шестой стих. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать, никакие серьги и радости, никакие трупы эти не помогут. Что он сказал-то? Ну, может быть, был с глубокого похмелья, и не знаю, что он мог сказать. Или неверующий совершенно в Бога, просто играет бубенцами, как шут. Разве может сказать священник так? Я об это не очень даже и верю. Первое царство, пятая, шестая главы говорят, что даже сам ковчег может быть пленен. И город разрушен, считай книгу Плач Еремея. Это все за грехи. Юрий Соболев. Благодарю Игнатия Тихоновича. Ответ предельно ясен. Выходит, что священник священное писание и не знает вовсе, раз такой туман по всей России напускает. Потом удивляемся, почему кругом такое разрастание беззакония и их последствий. Да. Я отвечаю, разве кто-то был в Совете Божьем, да еще и обремененный множеством лживых заявлений. Исайя, кто уразумел Дух Господа и был советником у него, учил его, что Сергий Радонинский будет защищать? Где это видно? Бога создали себе какого? Сергия Радонинского нужно было отлучать за то, что он размонашил двоих, послал. Ну, это канон есть. Если уже приняли причин о слябе и пересвет, а потом обратно надели, так они по благословению его, их и его надо было сразу снимать с них, все эти их одежки. Римлянам 1134. Что интересно, Рерихи это перевоплощенные реакорнации Сергия Радонинский. Ни на кого больше не претендует, только на Александра Невского. Советские создали звезду орден, звезду пятиконечного пола его изображения. И на Сергея Радонинский. Оба связаны с кровью. Благословили на убийство и прочее. Тут надо много говорить. Кто познал ум Господня или кто был советником ему? Что? Советником был? Кто это говорит, что там Сергей Радонинский? И Бог вам это сказал? Вы там были? Это видели? Как сейчас и видят Троицы, Совет, там это Евангелие, Благовестие начинают эти. Колоссиным Никто да не обращает вас самовольным, смиренно мудрим и служением ангелов, то есть служением святых, Сергеем Радонинским, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Бог ж по шарабану то треснет, язык высунешь. Кто бы ты ни был, бегал, еще будешь бегать. А это люди плотские умом привыкли надмением своим поражать воображение раболепной толпы. Деяние 12.22. А народ воскресал, это голос Бога, не человека. Сергий Радонинский. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не вознал славы Богу, и он был изъеден с червями и умер. Сложа Божия росло и распространялась. То есть вот это препятствие всех Сергия Бог убирает, а дальше Слово Божие растет и распространяется. А через кого? Через сектантов оно растет. Через баптистов. Слово Божие. А уж толкования не добавят. Юрий Соболев. Аминь. Спаси Христос, кажется мне созвучным. Только что репортаж смотрел про то, какие последствия остаются после выращивания помидоров китайскими арендаторами на нашей земле. После них было сказано, на земле ничего вообще пять лет не растет. Так вот, если такими вот ткачевскими бастями травить народ, то что же может произрасти на сей почве? По плодам их узнаете их. Матфея 7. Храни вас, Господь Игнат Тихонович, без вашего светильника вы свет миру. Так легко заблудиться во мраке, ибо грех так мрачен, что даже Слово Божие такое чувство ныне нужно подсвечивать светом знания Писаний. Первое Тимофея, это я уже добавляю, 4.1. Дух уже ясно говорит, что в последние времена отступит некоторые от веры, внимает духом обольстителем учением бесовским. Вот это бесовские учения, вот такие серьги, это нечеловечески лживые заявления. Ну, прямо вот посмотришь, сколько всякой этой мистики напускают. Даже вот престол, когда освещают, поднимают, и льют, размазывают, а в это время сектанты от двери к двери идут. Ну, можно это сделать отдельно-то, отдельно, массово. Даже, конечно, в первую очередь, спасителю Христу надо молиться. Михаил Домнич. Игнать Иханович, Илья ответил на ваш ролик мной, ему припощенный мне в личку ВКонтакте. Вот наша с ним переписка. Илья не ведет, что творит, то есть, видимо, не ведает, или что, не знаю. Помилуй его, Господь. Ну, я понял так, что я не ведаю, что говорю, или если не ведет, то я тогда не понял, куда кто ведет. 22 мая 16-го года. Михаил, ему туда, Домнич. Так наставьте старика на стези правды, то есть, я старик, мне надо наставлять. Вот так. Он-то готов с вами пообщаться в Скайпе, но единственный нюанс, он все записывает и выставляет в Ютубе, о чем заранее предупреждает и спрашивает согласие ваше на это действует. Я увидел некоторых ваших подписчиков, подписанных на Тихоныча и выходивших с ним неоднократно на беседу в Скайпе. Я понимаю, что люди в поиске истины, и вы можете помочь с Божьей помощью. А почему нет-то? Вы убежденный, верующий, интеллигентный человек. Тихоныч тоже влюблен в Христа и спорит, ругаться не его манеры и стиль общения. Подумайте и решитесь во славу Божию. «Илья, у меня пророческое служение, я не участвую в ток-шоу. Моя задача рассказать. После этого явится сила Божия и все-все станет ясно без демагогии». Ну, то есть, явно, что уже поехали они. То есть, со Слова Божия это демагогия, по Слову Божия это ничего и нету. В Совете Троицы, Россия, это патриотизм, вот эта великая державность наконец, привела уже к полному отрицанию истины Божественного Писания. Михаил Домич, «Переписку мою с Ильей можете в ролике и не засчитывать. Я ведь разрешение у Ильи на публикацию не спрашивал. Ну, да как посчитаете нужен? Это, в конце концов, не гостайна. Это и переписка это моя с вами. Тем более, что на его канале и на вашем есть одни и те же подписчики. Спаси Христос». Ну, я братьям написал письмо вчера. «Как с голубями, который вчера поставил к вам в коробке с Игорем Барабашом Трехси Заря, закрыть и не упускать с голубятни номер два хотя бы одну-полторы недели, пока привыкнут. Виталий пусть не торопится уезжать. После открытия сезона лагеря Стана он может заранее договориться с женой и съездить за сыном и вернуться с ним в лагерь. Возьму бесплатно обоих. Прочитав это, сразу же давайте мне ответ, а то непонятно, получили ли это письмо». Ну, и вот. Еще раз говорю, что мы давно уже начитали, вот, «41-е» «Ответы по Библии» называется. Они здесь не проявляются на видеоканале, но на моем мире они есть. И занятия потеряем уже 60-е. Повторяю, что они не отображаются на нашем канале. Наш канал вот он где. Сегодня я вот выставил, но они не отражаются. Слово сказать, на нашем канале я каждый день около 10 роликов ставлю. Вот. И вот тут «Житие святых». Если на «Главное» здесь нажмете, слово «Главное» вот здесь вот, то видите, «Житие» на каждый день выставляется. Это мной в 80-е годы еще насчитано было. Но главное это страница. Вот моя страница на моем мире. Сейчас еще раз обновлю, посмотрю, что здесь есть. Вот. это «Жизни труды преподобного Мефодия Константина вонашествия». Вот оно где. Это сегодня я выставил уже здесь. И вот занятия. Вот тут они выставились. А собаке занятие будет. Очень интересно. И еще что. И 41-е. Вот это по Библии. Я сюда их перекопирую. Они у меня в моем мире. Там трудно найти. Ну и номера. Просто замечайте, заряжайте в поисковик. А поисковик-то легко заряжать. Вот. Ну и здесь это события и прочее. Чтение это сегодня я выставил. Которое есть. Ну и вот наш форум православный. Посмотрите, как выглядит. 1590, кажется, три темы. Сегодня никто не пришел. Видимо, удовлетворились ответами. В контактах я не бываю. Мне сюда перетаскивают модераторы администрации. Так что пишите прямо здесь. Вот. И кроме того, самое богатое это наш сайт во свете Библии. Православный библейский сайт. Здесь 50 книг каудио. И вот здесь вопросы-ответы. То есть много-много и все мои книги. И о деревне милости просим. Богу нашему славу во веки веков. и все мои книги. И я. И я.